Разговор по чесноку на радио ЮФМ И сегодня, в свете самых последних трагических событий в мире, мы будем говорить о том, какую роль играет ислам на политической арене, и как связаны политическая напряженность и религия. И я хочу представить гостей в нашей студии сегодня. Это доцент кафедры гуманитарных дисциплин Российского Исламского Института, руководитель научно-образовательного центра «Письменное наследие и археография» Института международных отношений истории и востоковедения КФУ Резида Софиулина. Здравствуйте. Здравствуйте. Доктор исторических наук, профессор Казанского федерального университета, председатель экспертного совета Ресурсного центра по развитию исламовского и исламоведческого образования Института международных отношений истории и востоковедения КФУ Радив Тимиргалиев. Именно Айдар Еревич Хабуддинов. А, простите, Айдар Хабуддинов и помощник Мухтасиба Кукморского района и Мамхатыб деревни Камышлы Радив Тимиргалиев. Простите, что я ошиблась. Хочу обратиться в первую очередь к вам, Резида Рифовна. Только что вот сегодня открылась школа мусульманского лидера. Называется она «Махаля-2.1». И каковы задачи этой школы? Насколько я знаю, в рамках этой школы идет воспитание молодых, новых мусульманских лидеров. Что это за человек должен быть, мусульманский лидер, сегодня и в свете, в том числе политических событий? Да, как вы совершенно верно отметили, сегодня большие проблемы есть с исламом у человечества. Так получилось, что ислам стали олицетворять с каким-то злом, потому что много событий способствует этому. И получилось так, что мусульмане уже не могут просто веровать, просто исполнять предписания своей религии. Им приходится делать еще что-то большее. Потому что они своим образом жизни, тем, какие они есть, что они несут, они олицетворяют ислам в том числе. Но так случилось, что в эмоционном пространстве олицетворением ислама немножко являются другие персонажи, которые очень хорошо работают на этот пиар, на этот черный пиар. И очень высококлассно выполняют свою работу, я бы сказала. Так сложилось, что сейчас вот везде слово «ислам», но мы уже не найдем человека, который не знает, что такое ислам. Другой вопрос, как он это понимает. Что такое ислам? Да, да, да. И поэтому мусульмане, они все-таки должны, вот я как считаю, проявлять определенную активность и ответственность в том, чтобы жить в соответствии с канонами ислама, предписаниями своей религии, в светском обществе, в котором мы живем, и нести вот в себе, в своем лице религию и показывать, вот что же такое ислам. Понимаете, да? И это вот задача как раз лидеров. Я сегодня спрашивала участников, вот больше 70 ребят собралось с разных регионов, из Татарстана, из Поволжья, с Башкорстана, с Кавказа приехали ребята, с разных городов. Что такое лидер? Главное качество лидера. И как раз они говорили, и в том числе говорили о том, что это ответственность. И вот сейчас мусульманам приходится брать на себя ответственность за то, что натворили некие нелюди, да, на самом деле. Но приходится брать, потому что с именем их религии это все творилось. И своими делами просто подтверждать, что ислам – это не только убийство, это не только зло, это не ненависть, это образ жизни, но совершенно другой. Это когда люди просто хотят жить в соответствии со своими ценностями. И находить понимание. И доносить эти ценности до других. Уметь им это донести и объяснить. А в нашем обществе, к сожалению, пока что с толерантностью очень сложно. Ее не хватает как самим мусульманам, так и немусульманам. И вот это взаимопонимание, чтобы оно осуществилось, вот именно эти мусульманские лидеры должны взяться за эту работу. Очень сложную. Доносить обществу, что такое ислам и что такое мусульмане. И как мы можем вместе существовать и жить. При этом соблюдая свои устои тоже. Ну, ведь, как бы делить, вот, Радив Хазарет, к вам вопрос, делить людей по национальному признаку, по религиозному признаку. Мы в первую очередь все просто люди, да, и, наверное, согласитесь со мной. И говорить, что этот человек мусульманин, этот человек иудей и так далее, да, этот буддист, наверное, как вы считаете, не слишком. То есть именно религиозный признак выставлять в качестве главенствующего или все-таки нет? Нет, конечно, то, что нас учил пророк Салям, перед Аллахом мы все равны. Во-первых, все люди равны. И когда был такой случай, то, что когда пророк сам еще был жив, перед ним несли одного человека, то есть мертвого человека, и он встал. А тогда его спросили, о, пророк, это же не мусульманин, это же из Бану Исраиль, то есть этот человек по национальности еврей. Почему ты встал? Он говорит, мы же все сыны Адама, мы все люди. То есть всем должно быть, как человек, почет. И какая-то национальная или какая-то расовая разделение в исламе вовсе не приветствуется. Наоборот, мы все равны. Даже в случае с Муазином, пророк Салям, Беляль, он был темнокожим, и к нему относились как к равному. К равному. А в то время чернокожих они были как рабы. То есть с ними не общались или еще что-то, еще что-то. То есть они были всегда ниже плинтуса, ниже белых людей, получается. А пророк Салям, когда уже проповедовал ислам, он наоборот сказал, он такой же человек, как и вы. Он ваш брат. Так что нету в исламе разделения именно в национальной почве, именно в какой-то расовый или цвет кожи и так далее. Говоря о мусульманских лидерах, в том числе о свете кожи, я вспомнила один хадис, когда пророк сказал, что слушайтесь вашего правителя, даже если его голова будет черная, как изюмина. И вот это вот к вопросу о мусульманских лидерах, как раз, Айдар Юрьевич, я хочу вас спросить, почему же сейчас ислам как политическая сила, это одно, и ислам как религия, скажем так, бытовой ислам, или ислам семейный, ислам чисто человеческий, почему две эти категории полярные? Добрый вечер. Я бы не сказал, что существует такое жесткое различие. С самого начала Мухаммад, пророк, создал государство, и в основе его, в основе Корана, положены определенные морально-нравственные принципы, положены принципы справедливости. В идеале, конечно, представители мусульман, как и представители христиан, так и представители других религий, хотят, чтобы это государство, которое они живут, было бы государством справедливым. Когда это не удается, действительно идет концентрация на частной жизни, и пытаются морально-нравственные основы воплотить в частной жизни. Но в религии единоборствии у людей существует всего одна попытка, одна жизнь для того, чтобы попасть в рай. Мы не язычники, мы не верим в то, что у нас будет перерождение душ. И люди стараются максимально достойно прожить эту жизнь, и стараются сделать эту достойную жизнь не только частную, но и жизнь общественную. Когда у общества есть четкие цели, вот классический примет в Великой Отечественной войне. При всем неприятии сталинского режима, мусульманское духовенство объявило джихад нацистской Германии, и люди знали, люди наконец-то поняли в Советском Союзе, что они должны сделать для того, чтобы попасть в рай. И очень важный вопрос, что люди должны сделать в своей жизни для того, чтобы достойно провести свою жизнь, и для того, чтобы достойно воспитать своих потомков. То есть, ну вот если мы говорим о борцах ИГИЛ, так называемых, запрещенной в России группировки, вот этой вот, все-таки, к сожалению, слово исламское тут неотъемлемо, да, они сами так себя назвали. Почему именно эти принципы, почему принципы, на самом-то деле, в основе своей, как в любой религии, миролюбивые, они пропагандируют, да, на их знаменах написаны и так далее? Ну, давайте вспомним тоталитарные режимы XX века. Сильный христианский элемент был даже у нацистов, правда, не у всех нацистов. Если мы возьмем тоталитарный итальянский режим Муссолини, Муссолини все время говорил, какой он добрый католик. На самом деле, религиозные цели, на самом деле, религия является очень важным оружием. Религия является средством обеспечения легитимности. И когда мы говорим о игиловцах, их лозунги, на самом деле, близки к тому, что говорил тот же Геббельс, да, если взять это сравнение, что мы для мусульман, как Геббельс говорил, как для немцев, мы обеспечиваем достойную жизнь без коррупции, с работой, мы боремся со своими врагами. К сожалению, если Европа создала некую модель государств, которую мы можем назвать демократическим, которую мы можем назвать социальным, к сожалению, в мусульманском мире такой типа государственности не сложилось. И давайте не забывать, сколько миллионов, десятков миллионов жизней было пролито в странах христианского мира во имя торжества, так сказать, лошно понимаемой справедливости. И сколько десятков миллионов россиян, без разницы религии, были получены во имя того, чтобы построить царство Божье на земле. Это было совсем недавно. Можно вспомнить крестовые походы, на самом-то деле, межнациональные, межрелигиозные войны, самые жестокие, самые кровопролитные и так далее. Но вот если говорить о адептах, о людях, которые молодые люди, если мы смотрим новости, кто приходит в ИГИЛ, это люди, в общем, достаточно такие, еще не сформировавшиеся, да. И где вот эта грань между, так скажем, исламом истинным и опасным течением, исламом в исламе, как сказал король Иордании. Сейчас идет борьба ислама в исламе, он сказал. Вот где эта грань, Адих Хазрилов? По поводу ислама, например, то, что нам Аллах Тааля в Коране сказал, если человек, один человек, например, убьет другого человека, он берет на себя грех, как будто он убил все человечество. И также Аллах Субхану Тааля говорил, значит, тут как понять? Если человек кого-то ранил или убил, значит, он взял на себе очень большую такую греховность, которая обязательно ведет его в ад. То есть, человек это должен осознать. И потом Аллах Тааля в Коране также говорит, если человек, например, то есть, это как повелительный аят, не помогайте другим совершать грехи. То есть, не помогайте, не поддерживайте друг друга в совершении греха. Тут уже говорится, как человек должен, наоборот, отталкивать других, давайте не все решать, потому что это греховно, не будем этого делать, ты же мой друг, ты мой брат мусульманин, мы же мусульмане, Павел Ассалям не к этому нас призывал. Если каждый мусульманин себе поставит только вот эти две задачи, чтобы он тех людей, которые, например, намереваются, и те люди, которые, например, хотят участвовать, если мы будем говорить, что греховно убивать человека, и то, что Павел Ассалям запрещал нам участвовать в грехе и, наоборот, других отозвать, то есть, другим говорить, чтобы они не совершали грех, я думаю, то, что вот он, ислам. И то, что сейчас творится, то, что сейчас говорят, например, и в СМИ, и в интернете, это люди, которые показывают то, что они убивают других, это просто знамения их исламские, надписи их исламские, а люди, у них вера, то есть, это не мусульмане, так и можно сказать. То есть, грань того, что мусульманин, который придерживается, он будет вести мирный образ жизни. Вот как вы говорили, ислам – это мир. Слово «ислам» – это мир. То есть, в мире спокойствия мы должны жить. А то, что нас принуждает, например, воевать или еще что-то, единственное, например, если это защита, например, если нам есть угроза нашей семье, нашему вере, нашему имуществу, нашим детям, то есть, то, что мы должны сохранять, то, что на нашей стороне – это обязательство перед Аллахом, мы должны это сохранять. А так, например, чтобы создать какое-то исламское государство и убить других, это, вот это, наверное, я и думаю, то, что мир – это те люди, которые живут в мире, которые борются, вот то, что слово «джихад» со своим навсом, со своей душой, да, эго, со своим эго, да, вот это и есть ислам. А то, что брать в руки оружие, да, брать в руки оружие и кого-то перестрелять, это уж самое меньшее своего, например, старания. Из-за этого я думаю, то, что вот, то, что ислам в нашем мирном, то, что мы со своим навсом тут боремся, со своим эго, и то, что там происходит, например, это совсем две разные вещи. То есть, за кадром, те люди, которые скрываются за кадром, это про них как их, как сказать то, что они мусульмане. Да, то, что они мусульмане. То, что это, получается, неизвестно. То есть, они прикрываются исламскими лозунгами, исламской символикой. Однозначно, однозначно. Елизавета Рифовна, а вот как педагог, скажите, пожалуйста, как объяснить молодым людям, да, вот до начала программы мы с вами говорили, что человек, по сути своей, греховен, к сожалению, да, и грешен, и многие совершают какие-то неправильные поступки, преступления иногда с добрыми намерениями, благими намерениями и так далее. Вот как объяснить молодому человеку, адепту, да, который начинает изучать ислам, который интересуется этой религией и так далее, где грань, где преступления, где вот эти вот так называемые ваххабиты, и где истина? Вы знаете, вот, кстати, вот этот концепт о том, что человек по своей природе греховен, он не свойственен исламской вере. В исламе нет такого понимания, что человек греховен по своей природе. Напротив, в исламе такой концепт живёт, что каждый человек рождается с фитрой, то есть он рождается с верой. Это не просто вера, это его договор с Богом. Душа уже заключила договор до рождения с Богом, и мы рождаемся с этим. Но инсан, человек по-арабски, да, это существо, слово инсан образовано от корня наса – забывать. Человеку свойственно забывать о своих договорах, о том, что заключила бессмертная душа когда-то с Создателем. И вот объяснять молодым об этом, что нам свойственна забывчивость, и надо вспоминать, надо возвращаться к своей сути. Каждый человек рождается вот с этим стремлением к истине, к познанию, к познанию Бога в том числе, к познанию истины, к познанию главного смысла своей жизни, для чего эта душа воплотилась в этом теле. И вот если напоминать об этом, об этом главном смысле жизни, для чего вообще каждый появился на этот свет, наверное, это будет одной из задач. И совершенно правильно вот как раз напомнил нам Хазрат тоже сегодня о том, что молодым людям он напомнил про джихад, про малый и большой. Если мы обращаемся вглубь своей души, то мы вспоминаем, и что самые главные пороки, они в нас, они в окружающем мире. И если мы это желание, улучшение направляем не на других, не на их исправление, а на исправление себя, и тем самым мы улучшаем и свое окружение. И это действительно работает, этому много подтверждений. Но это мы говорим о жизни, опять-таки, больше внутренней. Если смотреть на жизнь общества, на жизнь даже, может быть, в мире, то здесь играет и социальный подтекст, и социальный протест в том числе. И вот я хотела бы, Айдар Юрьевич, к вам обратиться. Как обстоят дела в Казани, и, может быть, шире в Татарстане, как в республике, где огромный процент мусульман живет? Я слышала, что несколько лет назад был большой риск, была опасность, что существуют секты и так далее. Как сейчас? Мы должны понимать, что Татарстан – это стеклянный дом. И существует много сил, которые не нравятся модель Татарстана. Давайте посмотрим. Те, кто помнит советскую эпоху. Мы прекрасно помним, что Ташкент был многонациональный, было много других многонациональных городов. Что с ними произошло? Этнические чистки захватили юг нашей страны в перестроечные годы. Я приведу простейший пример. Когда мне рассказывают про Махачкалу, что были районы, где львиная доля населения была русскоязычного, то есть приехавшая с севера, и единственная мечеть в Махачкале, ее называли татарской мечетью, потому что местное дагестанское население не жило. Давайте посмотрим, как изменилось соотношение процента русского и нерусского населения во многих республиках России. И дело не только в мусульманских республиках. Как резко сократилось русское население в Туве, как резко сократилось русское население в Бурятии, как резко сократилось русское население в Якутии. И в этом отношении посыл всех националистов, религиозных экстремистов заключается в том, мы создаем национально-религиозно-однородную территорию, и там людям становится хорошо жить. А Татарстан показывает наоборот, что, например, за 8 лет, меж переписями 2002 и 2010 года, только в семи субъектах Российской Федерации выросла численность русского населения. И одним из субъектов, и единственной национальной республикой является Татарстан. Мы видим экономическую успешность Татарстана. Мы видим, и если мы помним, как в Казань люди не приезжали, мы видим, как действительно люди со всего мира приезжают в Казань, и не только в поисках событий универсиады, а чемпионатов мира. И для этих многих людей Казань как бельмо на глазу. Но я думаю, мы все помним пример начала, конца 80-х, начала 90-х годов, когда нас стремились превратить в вторую Чечню. Конкретнее немножко, для кого Казань бельмо на глазу, и кто пытался нас превратить в вторую Чечню? Казань бельмо на глазу для, так сказать, любого. И этот человек, тут главная разница не религия, а главное те, кто пытается доказать, что регион может быть мононациональным, так сказать, чтобы быть успешным, что он может быть монорелигиозным. Такая пропаганда идет и из мусульманских кругов. Есть крайние христианские круги, есть сторонники того, чтобы объявить Казань Казанской губернии. Есть, в конце концов, сторонники тоталитарного развития. Потому что, когда две религии, когда две сильные достаточно этнические группы, это всегда некое соревнование, это всегда некая конкуренция, это всегда некая дискуссия. И если мы говорим о Казани как о третьей столице России, значит, мы признаем, что у нас есть многонациональная страна, где в каком-то из субъектов федерации есть два языка, и где действительно очень важное свершение для Татарстана, что у нас недели от класса не по религиозному признаку, не по национальному признаку. У нас очень важно, что дети всех народов учат татарский язык. Но ситуация конца 80-х, начала 90-х годов. Кому выгодно было ослабить Советский Союз? Соответственно, кто поднял эту волну межнациональных столкновений? Очень открыто люди говорили, что ради независимости Татарстана они готовы пойти на этнические чистки. К счастью, абсолютное большинство русских и татар, я помню эту обстановку, этим людям было сказано. Если прольется кровь чьих-то детей, то следующими будут ваши дети. Я думаю, что это было жестоко, но извините, как офицер запаса, я скорее скажу, что это был единственный способ. Когда провокатор, когда убийца знает, что если он прольет кровь чужих детей, то он заплатит своими детьми. А сейчас ситуация иная? Я считаю, что сейчас ситуация иная. На самом деле правила игры определенные определены. Большинство русских и татар согласны с этими правилами. Но нужно четко понимать, что попытки дестабилизации будут и дестабилизировать обстановку в Татарстане, это значит подорвать самую успешную модель русско-тюркского, мусульманско-христианского сотрудничества не только на территории России, но и как минимум на всем пространстве СНГ. И поэтому на нас, так сказать, я все время говорю, что если мы говорим, что мы столица, все время вспоминается опыт и Москвы, и прежде всего опыт Ленинграда, что в тяжелых условиях жители столицы должны быть готовы, что каждый из них берет ответственность на себя, и каждый должен сделать все для того, чтобы его дом остался мирным. Если дорог тебе твой дом. Вспомните классическое стихотворение Симонова. Если ждать, как вы сказали, подвоха, то откуда? – Понятно, что главный подвох, главная волна социальных революций сейчас связана, повторяюсь, с мусульманскими радикалами, но нужно понять, что существуют и украинские националисты, для которых, так сказать, идеалом является установление контроля над Кубанью, установление контроля над Доном. И залезьте на сайты, посмотрите. Многим хочется, чтобы, например, возникли, так сказать, независимые некие эмираты на Северном Кавказе, чтобы Россия потеряла доступ к Черному морю, чтобы Россия потеряла доступ к Каспийскому морю. И это далеко не только мусульмане. Вы знаете, это не сложно. Залезьте на сайты крайних украинских националистов. – А лучше не залезайте. – А лучше не залезайте. – А лучше послушать специалистов, потому что там на этих сайтах мы узнаем только эмоции и никаких не фактов. – Но на самом деле, так сказать, есть такая обида, так сказать, что вроде бы казалось, что мусульмане и христиане в России, между ними возникнет конфликт, что если мусульмане изгоняют христиан на Ближнем Востоке, то такой же конфликт возникнет в России. И понимаете, так сказать, всегда есть люди, которые любят радоваться чужой беде. – Это несомненно. Радив Хазрет, а что делается в мусульманской уме сейчас конкретно, в том числе и молодежь что делает, молодые лидеры, чтобы сохранить вот это вот спокойствие уникальное, это хрустальный дом, или, как вы сказали, стеклянный дом, в Татарстане? – Я как представитель духовенства, именно моя махаля, она маленькая, то есть я имам мечети одной из деревень Татарстана. Также представляю интересы нашего муфтията в Кукмарском районе, то есть помощник Мухтасиба, тот старший человек, который отвечает за всю махалю, который вот в одном районе. Что же делается у нас в районе по этому поводу? Однозначно у нас каждую неделю ведутся пятничные проповеди. В наших мечетях имама, они всегда, всегда призывают только к спокойствию, только к служению Бога, быть терпеливыми. Так как я уже сказал, что борьба со своим эго, борьба изнутри, молодежь мы стараемся воспитывать, именно придерживаться традиционного ислама, хановитского мазхаба, то, что у нас было в Татарстане, и то, что вот сейчас муфтият наш возрождает, именно и книги выпускают, разные, вот одно из них, махаля 2.1 наш, то, что мы все тут собрались, чтобы было спокойствие в Татарстане, чтобы были лидеры, которые будут призывать молодых именно к традиционному исламу, то, что они будут вести за собой умму, то есть народ, не только молодых, даже и среди пожилых, я бы сказал, очень энергичные люди есть, из-за этого мы уж стараемся работать со всеми. Ну, я бы сказал, например, как в примере нашего пророка Мухаммада, салям, каждому индивидуальный подход, потому что пророк, салям, общался с пятилетним ребенком, как и с шестидесятилетним, например, с пожилым человеком, то есть мне, как молодому специалисту, приходится найти разные подходы, по-свойски каждому объяснять, и как индивидуально, так и в общих проповедях, общих вагазах наших, то есть во всех деревнях, Аллахашикар, у нас уже имамы, по этому поводу, вот в сентябре месяце, как раз был месячный, борьбе с экстремизмом, там как раз у нас в мечетях, во время собрания, во время проповеди, рассказывалось очень много по этому поводу, и те аяты и хадисы, которые я ранее говорил, именно о них тут уже шла речь, чтобы молодые, вот Резиарифон тоже вы сказали, например, молодых призываем именно бороться со своим эго, то есть самим собой, то есть на место... Они с другими. Да, они с другими, начать с себя, потому что мусульманский мир, то, что было во время пророка, как они с друг другом общались, как они уважали права соседей, права родственников, права матери, права детей, права отца, то есть права своего брата-мусульманина, права других людей, других конфессий, то, что вот сейчас мы должны возродить вот это, чтобы люди общались, люди ходили друг к другу в гости, люди принимали у себя гостей, люди общались, люди, например, чтобы соседями они хорошо ладили, например, то, что у нас сейчас очень большая проблема, то есть призываем людей именно начать жить... Начать с семьи, с семьи, да, 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 как раз таки вот, самого себя, чтобы возродить те традиции, которые нам указал Пророк Саласарем, а не то, что первым делом там охватиться за что-то и бегать где-то. Я напоминаю, что вы смотрите «Разговор по чесноку», и сегодня мы говорим о роли ислама в современном обществе. У нас в гостях мусульманские лидеры и ученые. И я хочу обратиться к Крисе Дерифовне. Скажите, пожалуйста, вот сейчас в рамках школы, вот этой вот школы мусульманского лидера Мухаля, и еще я слышала, что прибудут мусульманские лидеры, проповедники, может быть, шейхи из других стран. Это правда? В том числе из стран Лижнего Востока? Нет, у вас не очень верная информация. Вообще, мое твердое убеждение, оно отличается от многих, но это мое убеждение, что учиться нам жить в нашей стране мы должны у самих себя. Шейхи из арабских стран, они живут в других реалиях, которые очень далеки от наших. Они живут в моноконфессиональной среде, где вокруг одни мусульмане, где в каждом квартале мечети звучит азан громко, и никого не раздражает соседей, да? Где с детства дети растут вот в такой атмосфере уже религиозной. Мы другая страна, у нас другие реалии. И они основам религии. Может, нас могут учить, но теперь у нас есть свои учителя тоже, молодежь выросла уже, какое поколение выросло. И поэтому мы пригласили религиозных деятелей российских. И именно, знаете, вот таких религиозных деятелей, которые являются авторитетами в своей деятельности. Ну, верховный муфтид Алгат-Таджуддин. Это самый у нас такой уже авторитетный и который долгие годы является муфтием еще с периода Советского Союза, да? Альбир Хазрат Крыганов, который в Чувашии реализует многие общественные проекты. Он член общественной палаты Российской Федерации. Или Мукадас Хазрат Бибарсов, тот же известен своими очень большими активными, удачными общественными проектами в Саратовской области. Мусульманские лагеря детские они организовывают, работают с молодежью, социальные проекты реализуют. Также мы вводим нашу молодежь, вот слушатели школы, вот сегодня была встреча в Закабанной мечети, мечети именно тысячелетия принятия ислама. Имам, который Саех Джафар Хазрат Лутфуллин, он известен тем, что они работают с детьми-сиротами. У них есть социальная столовая, причем они кормят независимо от конфессиональной принадлежности, помогают неимущим. Также организуют мусульманские лагеря, на природу вывозят детей, а это большая проблема сегодня в том числе для каждого родителя. Куда вот направить ребенка, где он получит хорошее и духовное воспитание? И не просто так где-то летом будет, да, без присмотра, физическая какая-то подготовка будет в том числе и многие дорогие вещи. Завтра мы пойдем в мечеть Ярдем, где заместитель муфтия Ильдар Хазрат Боязитов, имам этой мечети. Мечеть Ярдем, она уже давно известна, что это уже давно не просто мечеть, это социально-реабилитационный центр, где незрячих обучают, где также работают с детьми-сиротами, с инвалидами, именно с той прослойкой общества, которые как раз нуждаются в помощи и в служении. Мы поведем их в Российский Исламский Университет, который сейчас в нашей стране считается ведущим мусульманским религиозным учебным заведением. И таким образом у нас такая насыщенная программа предусмотрена, что наряду с теорией и лекциями и с какими-то тренинговыми такими вещами, где ведущий эксперты в этой области будут, и не только мусульмане, но также они будут общаться и перенимать опыт тех религиозных деятелей, тех общественных деятелей, которые уже в этой сфере сумели что-то сделать и которые уже умеют чему-то научить, потому что у них есть опыт практической реализации своих проектов. Ну вот в таком русле. Андрей Юрьевич, я хотела бы обратиться к вам. Есть такой хадис в исламе, что пророк сказал, в исламе нет чужих детей. Вот вы сейчас говорили о реабилитационных центрах, о воспитании, в том числе о маленьких детях, не только студентах и так далее. Нет чужих детей. И, наверное, если мы говорим об исламе в Татарстане, то, как вы считаете, русские, татары, чуваши, башкиры и так далее, вот деление такое должно существовать? И вообще, насколько оно, вот, например, в Европе, да, в той же самой, Голландии, Германии и так далее, там нет деления на народы, да, и храмы, они строились, как христианские, например, храмы, но они сейчас работают, большей частью, как благотворительные центры в основном, или как музеи. Вот скажите, пойдет ли Татарстан, скажем, по такому пути, по межкультурному, мультикультурному пути развития? Ну, нужно понять, что мы находимся пока на другой ступени развития. Если взять, например, классиков татарского богословия, то Мусабиги очень хорошо сказал Афимов, что они живут, как настоящие мусульмане, потому что все они работают, они учатся, среди них нет ни слишком бедных, ни слишком богатых. Я думаю, ключевыми целями для нас сейчас являются правовое государство, социальное демократическое, социальное государство, реальный демократический режим. И до этого трудно говорить о том, что гражданское общество будет целиком сформировано. Но опять-таки мы видим, что многие мусульмане, которые приехали к Европу, когда там уже сформировалось гражданское общество, они не могут вписаться. Вот наша общая задача, независимо от религиозной, от национальной принадлежности, выстроить наше гражданское общество. У мусульманских лидеров современных есть такие качества? А кого вы имеете в виду, когда говорите про мусульманских лидеров? Я говорю о людях, которые ведут за собой уму татарстанскую, например. И она, насколько я понимаю, из ваших слов едина. Да, да, да. Ну, как раз насчет имамов, например, когда мы у себя, если уже, наверное, меня назовете мусульманским лидером, у себя мы, когда мечеть пристроили, то есть, сделали пристрой, я пообщался с очень известным архитектором, который собирался строить мечеть за Северным Полярным Кругом, первую мечеть в Суницкой. Он мне говорит, если будешь строить или что-то делать, например, в своем храме, то есть, мечети, ты сделай так, чтобы твоя мечеть была как-то среднестатистическим. Например, есть в деревне самый хороший дом у богатого самого и у самого бедного. Есть такой у среднего. Ты говоришь, сделай мечеть, как у среднего. Почему? Чтобы когда богатый тоже пришел, он не приходил, например, ой, тут все бедное. Или когда тоже бедный пришел, он не сказал, ой, тут оказывается все роскошно. Чтобы люди приходили в мечеть так, как будто они приходят к себе домой. А насчет мусульманских лидеров, те, которые именно работают в мечетях, те, которые именно делятся с людьми однозначно. Как может быть спокоен имам или, например, Мухтасиб или тот же самый Муфти, например, наш. Как он может спать спокойно, если, например, у него сосед, если у него в Махале какой-то человек, например, спит голодным или у него какая-то проблема. Конечно же, мы, каждый имам, каждый представитель любезного духовенства на местах стараемся именно найти тех людей, кому нужна помощь. Не только материальная, но и психологическая помощь. Или кому-то, например, нужна поддержка обязательно. То, что, например, другие люди дают садака, мечети, мы стараемся их реализовать именно тем людям. Некоторым даже говорим, нет ли среди твоих родственников тех, которые нуждаются в этом, ты давай отнеси. В первую очередь, да, если они есть, ты давай своими руками отнеси вот этот садак. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Большое спасибо за очень интересную, я надеюсь, нужную беседу. Я хочу напомнить, что у нас в студии сегодня были доцент кафедры гуманитарных дисциплин Российского Исламского Университета Резида Софиулина, доктор исторических наук, профессор Казанского Федерального Университета Айдар Хабудзинов. Спасибо большое за интересную беседу. И помощник Мухтасиба Кукмарского района и Мамхатыб деревни Камышлы Радив Тимиргалиев. Спасибо большое за интересную беседу. Спасибо вам. Встретимся в следующий четверг. Всего хорошего. Разговор по чесноку на радио ЮФМ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова